Бог дает нам часто не то, что мы хотим, а то, что нам надо. Поэтому не стоит спрашивать «за что?», а лучше подумать «для чего?». Если Бог хотел быть большой тайной, Он не создавал бы зурчащих ручьев и шепчущих сосен. Шел по улицам Бог, слушал мысли прохожих, и в невидимом сердце кальнуло иглой. Каждый третий твердил «ну за что мне все, Боже, не хочу я так жить?» Думал каждый второй, с интересом прислушался к мыслям мужчины, Прицепилась к бедняге тоска, словно спрут. У него накануне украли машину. Хорошо, что не жизнь, а машину найду. Улыбнулся создатель едва уловимо, И взглянул на красавицу с рыжей косой, А ее перед свадьбой бросил любимый, Променяв на свободу семью и кольцо. Хорошо, что сейчас верным мужем не стал бы. Он от больших страданий тебя уберег. Он всегда таким будет, красивым, но слабым. Разве этого хочешь? Спросил ее Бог. Но никто не услышал его откровений, Только ропот и стон с переходом на крик. Если б поняли люди всему свое время, Научились бы жить и ценить каждый миг, Каждый день был бы новым открытием счастья, И желание жить никогда б не прошло. Если б поняли люди хотя бы отчасти, В каждом плохо, всегда есть свое хорошо. Среди страданий и отчаяния Даже убежденный атеист начинает искать Бога. Бог никогда не говорил, Что путешествие будет легким, Но он сказал, что конечная цель того стоит. Чтобы делать добро, Бог дал десять заповедей, А сатана только одно. Делай, что хочешь. Бог дал тебе мозг, Поэтому делай с ним лучшее, что можешь. Для этого тебе не обязательно быть Эйнштейном. Совесть – это действие Бога в человеке. Кто не нашел Бога на земле, Тот не найдет его и в космосе.